Всем привет из Северного Степного Крыма, из Северного Засушливого Степного Крыма. 26 июля 2020 года, и вот опять, как по заказу, несколько дней жары, и как по заказу приходит с одного направления, уже которое грозовое образование такое, гроза приходит, и приходит она с одного направления, с юго-востока. Вот, не откуда-нибудь, а именно с одного направления постоянно приходит. Вот, причем обычно до этого десятилетиями здесь дождаться ливней в это время, ну и грозы там, это было вообще нереально, на грани фантастики. Видите, сейчас начинается дождь, вот начинает моросить, заливает уже так в этом году, потому что, ну реально степь у меня зеленая, у меня такого никогда не было, чтобы степь с разгар сезона засухи была зеленая, чтобы в лесополосе с сафорой моей там вот стояли, лужи, они там реально стоят, даже не высыхают, настолько много воды наливает. Вот, оба видели, красиво, молния. От них, конечно, и есть и вред, этих грозовых образований. Вот, видим молнии, которые постоянно тушат электричество по Крыму, и град, который бьет урожаи местами. Это как побочный уже эффект. Но то, что эти образования странный характер такой имеют, даже приходят все с одной стороны, нетипичный. Возникают, как говорится, такие уже мысли. А природные ли это образования? Или это обещанные нам в Северном Крыму, ну, меры, которые обещали нам принять по поводу борьбы с засухой? Потому что раз нам обещали меры принять, и происходит такое регулярно именно над Северным Крымом, вы видите, что приходят сюда именно тучи и заливают уже который раз. Весь сезон засухи, как бы заливают. И теперь нет у нас проблемы с выбросами на заводе Титан, как говорится, и с флагой. Льет реально, как из ведра. Ну, вот я же говорю, то есть, ну, мы все-таки вернее, вернее. Ну, самолет все-таки. То, что самолеты Крым официально заказывают самолет, который вызывает дожди, это ни для кого не секрет, это открытая информация, я ее находил. В интернете она открыта, из бюджета Крыма выделены деньги. Ну, и Москва дала распоряжение выделить нам самолет. Ну, это, видимо, вот как раз, как раз мы и наблюдаем такую аномалию в это время. Потому что, я же говорю, это реальная аномалия. Чтобы с такой периодичностью в засушливом степном Крыму, в северном Крыму, в засушливом степном полупустыне, регулярно проходили такие грозы, ливни. Как с ведра поливали. Я тоже к этому, ну, как бы скептически относился поначалу. Ну, так как я вижу результаты происходящего, то, видимо, все-таки, ну, эффективно довольно-таки работают. Ну, все-таки, ученые не зря свой хлеб едят. Как это выливается на других областях, это, конечно же, другой вопрос. Потому что, если где-то прибыло, то где-то убыло. Не без этого. Ну, констатирую факт. Лично для крымчан это хорошо. Для меня лично это тоже хорошо, потому что, видите, как уже земля сгорела. Сейчас самый такой пик жары, вот, дело уже идет к августу. И опять начнутся выборы, ну, начались бы из-за жары. Пересохла бы кислота отстойник этот. И завод плюс работает. Постоянно продолжает работать. Ну, то есть, сами понимаете, отсутствие влаги, чтобы здесь происходило. Правительство, видно, вынуждено было пойти на такие меры. Все-таки это не дешево, ну, не дешево обходится. Ну, бюджет Республики Крым... Ух, молнии. Бюджет Республики Крым на это выделил немалые там средства. Ну, есть эта тема, погуглите, если кому-то интересно. Ну, вот я вам показываю на деле ее результат. Сейчас будет ливень, 100%. Но уже я вижу и по пчелам, и пчела массово бежит домой. Вылета вообще нет практически. Пчела сейчас только наприлет идет. Пчела чувствует, что сейчас будет ливень. У меня пчелки. Дождем не сильно балованы, и они... Очень хорошо, чутко его чуют. Народ, он, видите, как чует. Сегодня воскресенье. Это все отдыхающие бегут домой. Температура. Ну, температура, я вам скажу, сегодня 35 градусов была в Сине. Жарко было. Парило, прям реально парило. Народ спешит быстренько домой, видите, как... Вот удирают, удирают, удирают. То есть, видите, что... Получается, ну, на море туда ехать, получается. Право, на запад. Они все едут с запада, то есть с моря бегут массово. Если, например, с субботу, и утром воскресенье, и суббота, пятница, суббота идет в основном движение туда, 80% машин едет, то в воскресенье 90% машин едут в обратном направлении. Ну, с морей. Народ на морях отдохнул. Отдохнул и бегут домой, домой, домой. Ну, это в основном крымчане. В основном наши местные. Крымчане степные ездят на западный берег Крыма отдыхать. Ладно. Спасибо за просмотр. Потом в комментарии напишу, был ливень или нет. Ну, по ощущениям будет. Уже капли падают, холодные такие. Вот сейчас пройду еще, покажу, что происходит от жары. Вот от жары, видите, с виноградом что происходит. Это начинает гореть, видите, отцепится. Вот, от жары вон видно. Ну, обычно у нас до 45 поднимается температура. В этом году выше 40 вообще не было, потому что, говорю, только несколько дней жарят, и тут раз, откуда ни возьмись, прибегают тучи. Именно с одного направления. Именно вот. Юго-восток. Оттуда все приходят грозовые образования у нас. То есть, они явно формируются в одном месте и в одном направлении идут. Ну, вот сирень, видите, тоже она уже начинает. Ну, обычно она у меня вообще сгоревшая. А в этом году она такая, я вам скажу, еще живенькая. Вот каштанчик страдает. Но вообще у меня тоже, обычно в это время он уже сгорает. Обсыпается. А тут, видите, ну, он подгорел от жары, да, не без этого. Ну, все-таки на солнце, я же говорю, там, градусов под 60, наверное. Все-таки он подгорает от прямых солнечных лучей. Но, тем не менее, тем не менее. Видите, что творится? Сейчас еще и потушит нам свет, интернет, как обычно. Видите, земля уже начала трескаться. Земля начала трескаться. То есть, несколько дней жары с ветром. Теперь срочно нужен полив. И вот поливчик нам обеспечен. Пчела массово идет наприлет. Куча пчелы идет наприлет. Все. Всем пока. Как-то так.